Когда мы встречаемся с жизненной проблемой, зачастую мы не можем ее решить не потому, что мы не знаем, как ее решать, а потому что мы заключили ту ситуацию, в которой мы находимся, в рамку проблемы. В этом видео будет сразу три техники, с помощью которых ты сможешь выйти из любой проблемы. Итак, первая техника. Первая техника предельно простая. Все дело в том, что мы воспринимаем какую-то вещь как проблему лишь только потому, что мы ее так называем. Первая техника называется классический рефрейминг, когда мы то, что мы называем проблемой, переформулируем в задачу. То есть здесь всего лишь навсего тебе нужно переформулировать. Если ты столкнулся с какой-то сложной жизненной ситуацией, которую ты не знаешь, как разрешить, ты и не узнаешь, как ее разрешить до тех пор, пока ты будешь называть это событие проблемой, потому что проблема – это нечто неразрешаемое. И когда ты это называешь проблемой, твое бессознательное не дает тебе возможности. Ты как бы находишься в рамке, как в коконе в каком-то. Как только ты начинаешь называть свою проблему с задачей, то ты начинаешь искать решение. Почему? Потому что действует древний-древний механизм, который нам привели еще в школе, когда мы решали задачки по математике. Когда нам дают какую-то задачу, мы считаем, что задача решаема, что есть какое-то решение и есть какой-то правильный ответ. Поэтому бери на вооружение и используй вместо слова «проблема» используй слово «задача». Второй способ. Второй способ еще более интересный, тоже НЛ перский. Итак, у тебя есть какая-то проблема. Я очень часто, работая с людьми, прибегаю к этому способу. Мы работаем, пытаемся с этим разобраться, с этим разобраться, еще с чем-то разобраться, что мешает, какие блоки, какие убеждения, какие установки. Но очень часто срабатывает один прекрасный способ, который работает через диссоциацию, буквально по щелчку пальца. Сейчас поясню, как это сделать. Проблему иногда, иногда, не во всех случаях, но очень часто можно просто высмеять, посмеяться со своей проблемой. Когда мы что-то высмеиваем, это становится для нас не столь большим, не столь значимым. А теперь техника. Как это сделать? Тебе нужно создать некую метафору своей проблемы. Ну, что такое метафора? Это какой-то образ, визуальный, скорее всего. И посадить ее, как бы, на стул напротив себя. Посадить ее на стул. Вот ты создал метафору, я не знаю, пускай это будет горшок с кактусом. Вот пускай твоя проблема будет называться, вот в данном конкретном случае, горшок с кактусом. Ты его мысленно садишь на стул перед собой. Садишься на стул и начинаешь на этот горшок с кактусом смотреть. Смотришь, напрягаешь мозг, хмуришь брови, прям вот рассматриваешь и стараешься эту проблему каким-то образом решить. Но она не решается. И постарайся вот в этой технике как можно искреннее напрячься. Прям вот напрягайся до тех пор, что чуть ли ты не можешь лопнуть. Прям сильно-сильно напрягайся. Вот прям как я сейчас делаю, снимая это видео, с таким напрягом, с таким прям сильным порывом решить эту задачу. Она вот стоит, как этот горшок с кактусом, и не решается. Постарайся вот сильно-сильно погрузиться. Что делать дальше? Дальше тебе нужно диссоциироваться от себя. То есть ты как бы выходишь из своего тела и смотришь на себя, такого напряженного всего, такого вот прям нахмуренного со стороны. Смотришь со стороны, видишь метафору своей проблемы. В данном случае, как я объясняю, это горшок с кактусом. Ты видишь себя такого всего напряженного, такого прям сильно сжатого, который думает, думает, думает. И вот из этой третьей позиции, когда ты смотришь на себя со стороны, ты можешь увидеть, насколько это смешно выглядит. И искренне, глядя на себя со стороны, просто рассмеяться вслух так. Но желательно, чтобы это было тебе действительно смешно. Эта техника реально, я не знаю, в чем магия этой техники, но она реально работает. Я уверен, что сработает и у тебя. Итак, третий способ решения проблемы связан с твоим детством. Опять же, напоминаю, что проблему мы уже сейчас, с этого момента называем только задачей. Потому что у задачи подразумевается решение, а у проблемы решения нет. Итак, представь себе ситуацию. У тебя есть сложная, неразрешимая жизненная задача. И ты не знаешь, как ее решить. Отлично, это то, что нам нужно. А теперь вспомни, пожалуйста, себя в первом классе, например. Вспомни первое сентября, когда ты идешь первый раз в школу, в первый класс. И ты такой, идешь, идешь, тебе родители рассказывали, что школа это классно, что это прикольно, что быть умным и учиться это классно, что первоклассник это прям уже такой солидный член общества. Ты идешь в эту школу, такой весь воодушевленный, ну, у каждого по-разному. Но чаще всего родители рассказывают, чтобы детей как-то смотивировать, что в школе учиться классно и прикольно. Ты приходишь первого сентября, там твоя первая учительница, там куча детишек, твоих одноклассников. И ты думаешь, блин, ну, первое сентября, в целом еще прикольно, в целом еще прикольно, нормально. Что с тобой происходит через месяц? Ты начинаешь понимать уже, что школа это не так уж прикольно, что учительница вдруг из такой радостной, сияющей, приятной тети начинает становиться каким-то строгим над тобой начальником. Она начинает красной ручкой подчеркивать все твое творчество, которое ты сделал, всю ту красоту и начинает ставить тебе плохие оценки. И вот согласись, что эта ситуация, она похожа на то, как мы в жизни начинаем сталкиваться с проблемами. То есть мы встречаемся с таким прям жизненным обломом. То есть то, что нам говорили, что в школе это классно, это прикольно, оказывается не совсем правдой. И с первыми такими более-менее серьезными проблемами мы сталкиваемся в школе. Это часть техники. Вспомни, пожалуйста, себя в первом классе, какой ты был, как ты туда шел. И наверняка ты испытывал какие-то проблемы с новыми своими одноклассниками. Какая-то проблема могла быть в коммуникации. Ты мог где-то с кем-то не сходиться во мнениях. Ты мог с кем-то не хотеть общаться. Ты мог кого-то бояться. Кто-то тебя мог дразнить. Это тоже была, блин, это была серьезная проблема. Это была серьезная проблема. Либо учительница из-за каждой закорючки к тебе цеплялась. И это тоже была проблема. Либо когда ты уже начал получать какие-то оценки, ты боялся, может быть, где-то рассказать своим родителям о своей первой двойке. И это прям вот была серьезная проблема жизненная. И в тот момент, когда ты был маленьким первоклассником, а может второклассником, это было прям капец серьезно. Согласись. И вот, что я предлагаю тебе сделать. Вот сейчас, когда я тебе рассказал, точнее предположил, как ты был первоклассником, какие у тебя могли быть проблемы в первом классе, наверняка что-то у тебя срезонировало, наверняка что-то оказалось таким похожим на тебя. И вот я на что хочу обратить твое внимание. Вот если ты сейчас, неважно в каком ты возрасте находишься, посмотришь туда-назад в прошлое, в свой первый класс, и скажи, пожалуйста, мне, вот прям напиши в комментариях, как ты сейчас относишься к этой проблеме, которая тогда казалась просто огромной. Тогда, когда ты был первоклассником, перед тобой становились новые задачи, это было прям очень серьезно, это было прям очень мощно, это было прям неразрешимо. Но сейчас, когда ты уже взрослый человек, ты к этой проблеме, может быть, относишься где-то с юмором, может быть, ты где-то относишься с иронией, где-то, может быть, просто смеешься над собой даже. И, может быть, сейчас проблемы, с которыми встречаются твои дети в школе, ты к ним уже относишься так. Ах, ладно, ничего страшного, это все у всех бывает, все через это проходят, но к чему я тебя веду? А что если та задача, которая стоит перед тобой в жизни сейчас, такая же задача, как стояла перед тобой в первом классе? Ведь в первом классе она казалась большой, а сейчас она уже кажется какой-то незначительной. То же самое я и рекомендую сделать тебе. Вспомни свою проблему из первого класса, посмотри на нее сейчас, и что ты сам себе мог бы сказать? Ты, наверное, сказал бы, да слушай, это все фигня полная. Теперь, та задача, которая есть у тебя сейчас, представь, что ты прошло какое-то время, и ты смотришь на эту задачу, ну, спустя 10 лет. Вот стоит перед тобой серьезная какая-то задача, которую тебе нужно разрешить. Представь, что прошло уже 10 лет, и ты смотришь на себя в прошлое, как на того первоклассника. И попробуй прямо сейчас сказать ту же фразу, которую ты бы сказал своему внутреннему ребенку, своему первокласснику. Ай, да что ты паришься, это ерунда полная. Вот таким образом, когда ты себя как бы отправляешь в будущее, а еще вспоминаешь свои прошлые какие-то проблемы детские, и на них можешь махнуть рукой и сказать, ай, это ерунда какая-то. Точно так же перенесись на 5 или на 10 лет вперед, посмотри на ту задачу, с которой ты столкнулся сейчас, и махни себе рукой. Да это все ерунда какая-то. Либо дай себе какое-то такое пожелание, но уже с точки зрения как будто бы прошло очень много времени. И поверь ты мне, ты начнешь испытывать на себе ощущение некого облегчения. А вот именно эти 3 техники, которые я тебе сегодня дал, это техники, которые помогают тебе выйти из этой вот психологической, это только психологическая рамка. Начать относиться к этой проблеме несколько легче, а когда ты уже смог изменить рамку проблемы на рамку задачи, ты уже можешь находить новые пути решения. Обязательно поделись в комментариях, какую задачу ты сейчас решаешь, поделись в комментариях, что у тебя получилось, какая техника оказалась для тебя наиболее лучшим разрешением твоей жизненной ситуации. И конечно же будет здорово, если ты поделишься этим видео со своими друзьями, поставишь лайк, подпишешься на канал и все у тебя тогда будет хорошо. Ставь лайк, потому что мне это очень важно. Чем больше ты будешь ставить лайки, тем больше эти полезные видео будут видеть другие люди и тем больше осознанных, смелых, уверенных в себе людей будет в нашем мире. На этом у меня сегодня все. С тобой был Юрий Пузыревский, передача «Утренняя раскачка». Пока-пока.